Музыка Практически новая школа. В поселке Новохайский школа после капитального ремонта прошла проверку перед учебным годом. День рождения районного центра. Жители богучан отметили праздник села на площади у районного дома культуры. Полезная информация для пап и мам, о чем говорили на 11-м форуме молодых семей, расскажем в выпуске. Здравствуйте, в эфире новости богучанского телевидения в студии Людмила Кочнева. И теперь обо всем более подробно. 18 сентября пройдут выборы в Государственную Думу, Законодательное Собрание Края и в органы местного самоуправления. Территориальная избирательная комиссия района выдает открепительные удостоверения тем, кто в день голосования из-за отъезда не смогут прийти на свои избирательные участки. Как получить открепительное удостоверение и как проголосовать избирателям, не прописанным в нашем районе, в материале Екатерины Родченковой. Причину указать. Вы по какой причине? Чтобы использовать свое избирательное право вне дома, Антонина Флегинтова, уезжая на отдых к морю, пишет заявление для получения открепительного удостоверения. С таким удостоверением можно проголосовать на любом избирательном участке. Ну как же я могу не проголосовать? Ведь это же мое. Мне не безразлично, кого выберут. И поэтому я пришла в избирательный участок, взяла открепительное удостоверение. И с легким сердцем я поеду отдыхать. Для того, чтобы получить удостоверение, на руках необходимо иметь паспорт. А в заявлении указать причину отъезда. Открепительное удостоверение на выборы в Государственную думу и законодательное собрание края выдают территориальная избирательная комиссия до 6 сентября включительно. Пока члены комиссии выдали не больше 10 удостоверений. Гражданин, выезжающий за пределы Багучанского района, но который остается в пределах Красноярского края, он имеет возможность проголосовать по общекраевому избирательному округу. То есть воспользоваться своим активным избирательным правом и на любом избирательном участке на территории Красноярского края получить бюллетень по выборам депутатов законодательного собрания Красноярского края. Гражданин, выезжающий за пределы Красноярского края, имеет возможность проголосовать только по федеральному округу, избирательному округу. Поэтому смысл брать открепительное удостоверение по выборам в Красноярском крае, соответственно, теряется. В этом году внесены изменения в порядок голосования. Теперь те, кто не прописан в районе, но хочет проголосовать, имеют право это сделать. На сегодняшний день гражданин имеет право проголосовать по месту временного пребывания, но при соблюдении двух важных условий. Во-первых, необходимо иметь регистрацию по месту пребывания не позднее, чем за три месяца до дня голосования. И более того, нужно иметь в виду, что должно иметь место личное обращение избирателя в территориальную избирательную комиссию, в данном случае Богучанского района, с письменным заявлением, в котором избиратель может указать свое желание быть включенным в список избирателей на том избирательном участке, где он хочет проголосовать. Эти правила распространяются только на тех граждан, которые обратятся в территориальную избирательную комиссию до 27 августа. Кстати, такие заявления избирателей в комиссии уже зарегистрированы. Екатерина Родченкова, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны». В здании Богучанского филиала «Крайдео» произошел пожар. Событие произошло 20 августа. Возгорание началось в чердачном помещении. Задымление обнаружили быстро. Была вызвана пожарная служба. Несколько расчетов подушили огонь в считанные минуты, поэтому основная часть здания пострадать не успела. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки. В минувшие выходные в районе произошла авария, в результате которой погиб человек. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, совершил съезд с дороги. В итоге машина перевернулась, а участник дорожного движения получил серьезные травмы, от которых скончался в реанимации. Подробности в комментарии инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Анастасии Рибаштан. 21 августа в районе 3 часов ночи на 17-м километре автодороги Багучаны-Манзи водитель 1978 года рождения, двигаясь со стороны села Багучаны в сторону поселка Манзи, допустил съезд правый по ходу движения кувец с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, от которых скончался в реанимации Багучанской ЦРБ. Известно, что гражданин не был пристегнут ремнем безопасности. Возможно, он остался бы жив, если бы не пренебрег данным правилам дорожного движения. В летний период междугородний общественный транспорт является как никогда востребованным. Это удобно, быстро и достаточно недорого. Однако не все организации, занимающиеся пассажирскими перевозками, имеют необходимые документы и право на эту деятельность. О тех, кто соблюдает закон и что ждет нарушителей, расскажем в сюжете. Норильская. Норильская номер дома. На сегодняшний день услуги микроавтобусов являются как нельзя кстати. Быстро, удобно и всегда доставят по адресу и в любое время суток. Требования к таким видам услуг строгие. Чтобы получить разрешение о допуске машин на линию, необходимо пройти множество проверок. Сначала нужно уведомление, которое выдается транспортной инспекцией на осуществление пассажирских перевозок. Это самый главный документ, чтобы осуществлять по Красноярскому краю и другим регионам. Дальше. Каждый наш водитель перед рейсом проходит предрейсовый медицинский осмотр. У нас заключен договор с РБ. То есть водитель прошел, допуск получил, приходит путевой лист на сегодняшний день. Так, вот он. Вот это получается медицинский осмотр печати. Дальше у нас проходит механика. Водитель в обязательном порядке должен иметь при себе уведомление на перевозке, страховку на пассажиров и транспорт. Детское кресло и ремни безопасности с этим строго. Пассажир имеет право попросить у водителя прайс-лист, если сомневается в стоимости билета. Важным документом также теперь является договор на рейс. Для какой цели? А это страховка его жизни. То есть, если вдруг, не дай бог, что-то случилось в дороге, у водителя в течение рейса лежит вот этот заказ-наряд. По нём мы можем найти фамилию, имя, отчество, кто ехал, телефон, паспортные данные. То есть, всё. Здесь уже всё присутствует. Поэтому не надо бояться, никуда ваши данные не уйдут. То есть, только они вот на рейс. Если, например, пассажир пользуется льготой и предоставляет билет в организацию, то, например, организация, ну вдруг, делая запрос, мы предоставляем копии, что этот человек ехал. Всё, льгота подтвердилась, и человеку выплатили денежки. Ответственность большая, зато клиенты всегда уверены в качестве услуг и своей безопасности. Постоянно обращаемся, потому что удобно. Если человек, например, даже города не знает, вот и выезжать первый раз, это даже хорошо. Подвозят прямо к подъезду, никаких проблем. Сколько ездил, ни разу не встречался, с какими сложностями. Далеко не каждая организация может похвастаться полным пакетом необходимых документов. Мероприятия по выявлению незаконной перевозки пассажиров, а также нарушений среди водителей общественного транспорта проводятся еженедельно. В первую очередь водитель, который непосредственно занимается перевозкой пассажиров, он должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. После этого ему необходимо обратиться в транспортную инспекцию для получения разрешения на перевозку пассажиров. Ну а остальные требования идут уже по транспортному средству, то есть оборудованному для перевозки пассажиров. Требовать у перевозчиков страховые договора водителя. То есть когда человек садится в автобус, ему перевозчик обязан заключить с ним договор о возмещении ему какого-то ущерба, причиненного во время поездки. В Красноярском крае нередки случаи ДТП с участием общественного транспорта. Ярким примером тому стала авария с микроавтобусом возле поселка Чунояр, когда водитель нарушил скоростной режим. Пострадали люди. Водителям, который занимается деятельностью незаконно, грозит административное наказание, а здоровье в случае чего пассажирам никто не возместит. Так что выбор остается за каждым. Анна Смирнова, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Багучаны». Приемка школ к новому учебному году и выполнение плана мероприятий по ремонту объектов ЖКХ к зиме стали главными вопросами еженедельного совещания главы района. Подробности далее. Вел совещание глава района в ходе докладов специалистов оперативных служб Альберт Циркунов проинформировал глав поселения, что на территории района нет действующих лесных пожаров. О приемке школ к учебному году рассказала Анна Мазницына. В рамках подготовки школ в образовательных учреждениях не только проводились текущие ремонты, но и устранялись требования надзорных органов. В 2016 году на устранение надзорных органов первоначально было муниципалитетом выделено свыше 3 миллионов рублей. Я хочу прямо зачитать, где были произведены ремонты. Ремонт полов Чуноярская школа 400 тысяч рублей, ремонт полов Октябрьская школа рекреация первый этаж 400 тысяч рублей, ремонт полов Токучетская школа 100 тысяч рублей, устройство вытяжки в мастерских для мальчиков, тоже это предписание такое было, 360 тысяч рублей, замена окон Нижнетерянская школа 600 тысяч рублей, замена окон Шиверская школа 689 тысяч рублей. Кроме этого, выделяли средства из краевого бюджета на проведение капитальных ремонтов. В основном в школах ремонтировали освещение и отопление. В этом году мы можем похвастаться этим, то есть 19 числа мы приняли Новохайскую школу. По сути, она выглядит, ну, как некоторые сказали члены приемной муниципальной комиссии, даже лучше, чем Пенчукская, чуть уютнее. Ну, то есть полностью, полный ремонт, я думаю, что мы, в общем, конечно, довольны и счастливы. Абсолютно новые кабинеты, новые мастерские. В итоге на ремонты общеобразовательных учреждений было потрачено более 13 миллионов рублей. О ремонтах объектов коммунального назначения рассказал Артем Сташков. Он отметил, что в этом году запланировано 17 мероприятий по ремонту объектов ЖКХ. Из 17 контрактов 15 уже заключены. Владислав Дмитриев обратил внимание на строительство сетей к детскому саду в поселке Ангарский. Он в этом году сдается. На эту тепловую сеть там будет переключение действующих абонентов. Поскольку оно тоже, он не капитальный ремонт, капитальное строительство, я бы просил, чтобы акцент на нее, на эту работу тоже как-то обратили внимание. В ходе совещания представитель страхового общества «Надежда» рассказала о видах страхования жизни, здоровья и имущества. А главы поселения отчитались о работе административных комиссий. Екатерина Родченкова, Сергей Бегышев, телекомпания «Спектр Богучаны». Сейчас настало время рекламы. Она будет короткой, не переключайтесь. Внимание жителям села Богучаны. Только один день, 26 августа. Готовь шубу летом, шок цена. Принеси старую шубу и получи скидку на новую до 50 тысяч рублей. Меховая ярмарка состоится 26 августа в Доме культуры геофизик. По адресу село Богучаны, улица Олимпийская, 1, с 10 до 19 часов. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. В магазине фрукты и овощи огромный выбор наливных яблочек, ароматных персиков, спелых дынь и арбузов, сладкая и сочная слива по доступным ценам, самые полезные спелые овощи, огурцы, помидоры, морковь, лук. И все это в открытом доступе для покупателя. Поступление товара несколько раз в неделю. Всегда в наличии хлебобулочные изделия 30 наименований. И только у нас лепешка в тандыре. Наш адрес, улица Герцена, на базе Виктория. Бывший магазин «Мега» рядом с магазином «Умка». Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной, либо участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. 18 сентября. Единый день голосования. В поселке Новохайском специальная комиссия провела обследование школы перед учебным годом. В этом году школа подверглась капитальному ремонту, благодаря которому теперь ученики смогут с комфортом продолжать свою учебу. Подробности в следующем сюжете. За моей спиной красивое новое здание. И не скажешь, что ровно год назад здесь стояла школа, которая находилась настолько в аварийном состоянии, что на уроках выпадали стекла из окон. Теперь же изменения в лучшую сторону видны невооруженным взглядом. Если мысленно вернуться на год назад, перед глазами предстанет здание с покосившимися стенами, расколотыми стеклами и обвисшей крышей. Кажется, еще чуть-чуть и здание просто сложилось бы, как карточный домик. Директор школы Сергей Левкович рассказывает, что даже находиться в этом помещении было не по себе. Где здание, допустим, соприкасается, кирпичное здание, основание, и дальше идет, допустим, деревянное. Там были такие, даже расходились до двух сантиметров, щели образовывались, как начальной школы, так и двухэтажной основной школы. То есть вот такие, так вот было. Плюс, соответственно, полы просаживались, пожарные выходы, все они уже, получается, здание просело. Чтобы провести ремонт, нужно было найти средства в размере более 30 миллионов рублей. Конечно, без поддержки в этом деле обойтись было бы сложно. В администрацию обращались, в районную. Дальше там вот у нас наш депутат Химановский тоже посодействовал, что он приезжал не один раз, нашу школу смотрел. Ну и вот так вот помаленько, поэтапно. Конечно, большие деньги, 32 миллиона, но они в пользу, я считаю, что были потрачены. Деньги нашлись, определился подрядчик, стал понятием фронт работ. Ремонт длился почти год. За это время строители сделали так много, что от старой школы осталось только 80% стен и система отопления. Все остальное сделано из новых материалов. Но даже после сделанного ремонта школа должна принять специальная комиссия, которая оценит состояние всех помещений, чтобы все было готово к приему учеников. Особый упор проверяющий делают на соблюдение санитарных норм, таких как обустройство кухни, столовой и помещений для хранения продуктов. Также не остается в стороне и пожарная безопасность. И в процессе ремонта этому уделили тоже особое внимание. Провели большую работу по капитальному ремонту, я так думаю, этой школы. Замена электропроводки, это в первую очередь автоматическая пожарная сигнализация. Проведен монтаж полностью по всему зданию школы. Заметил появление новых пожарных кранов. В обновленном здании для учащихся теперь есть все удобства. Начиная от теплых уборных комнат, заканчивая светлыми классами, которые благодаря свежей покраске выглядят даже просторнее, чем были. После капитального ремонта многие кабинеты неузнаваемо изменились. К примеру, в классе информатики все компьютеры теперь на своих положенных местах. Каждый подключен к отдельной розетке, а это удобно и безопасно для обучающихся. Сейчас этой школе не хватает только спортивного зала. 14 лет назад спортивный зал здесь сгорел до тла. И с тех пор отдельного помещения для физкультуры не было. Но уже в следующем году ситуация изменится в лучшую сторону. Завершился конкурс на определение подрядчика для строительства спортивного зала. Мы надеемся, что спортзал в ближайшее время, то есть в течение недели они уже должны заехать к нам. Это подрядная организация СИБ-энергокомплекс, которая начнет строить наш спортзал долгожданный, которого мы ждали 14 лет. Учебный год скоро начнется. И, конечно, больше всего этого события ждут дети из поселка Новохайский. Ведь им предстоит познакомиться со школой заново. Очень жду 1 сентября. Хочу увидеть школу, какая теперь она. Александр Мажеванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Обновление образовательных учреждений в поселке Новохайском ремонтом школы не ограничилось. Один из корпусов детского сада тоже подвергся капитальному ремонту. И хотя работы еще продолжаются, до завершения ремонта уже подать рукой. Подробнее в сюжете. Детский сад в поселке Новохайский стоит со дня основания поселка. Несмотря на то, что в поселке проживает чуть более тысячи человек, детский сад не пустует. И если летом детский сад посещает пара десятков детей, то с наступлением осени ребятней становится намного больше. Именно поэтому просто необходимы просторные помещения, где у ребят будут все условия для дошкольного воспитания. У нас три корпуса. Младший корпус, средний корпус, получается и хоскорпус. Детей рассчитано на 70 человек, мы точно можем принять. Вот сейчас ремонт сделают младшего корпуса. В эту зиму у нас ходило 54-53 ребенка, потому что в связи с ремонтом, то есть, кто у мамы имели возможность, сидели дома, не водили детей. Теперь же у тех родителей, кто с нетерпением ждал своей очереди в детский сад, может быть твердая уверенность. Этой осенью их дети пойдут в образовательное учреждение. Причем это будут дети с полутора лет, что редко в детских садах нашего района. У подрядчика сейчас стоит задача закончить ремонт к сентябрю. И, судя по всему, со своей задачей они справляются отлично. Пришли сюда, сделали демонтаж, обнаружили ушедшие стены, кривые полы. Будет фасад полностью, сделаны карнизы, фронтоны. Внутри все будет покрашено, двери, откосы, все, плитка, унитазы, раковины, все будет готово. Комфорт для детей стоит на первом месте. Именно поэтому важно сделать здание теплым, способным устоять в любые морозы. Надеемся мы к первому сентябрю, но, может быть, маленько мы не успеем. Но, думаю, в сентябре мы точно зайдем со своими ребятишками, полным ходом будем работать. Александр Мажеванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Актуальные семейные вопросы, тема занятости и жилья и многое другое обсуждалось на форуме молодых семей в Центре социализации и досугой молодежи. Более подробно о мероприятии в следующем сюжете. Форум молодых семей в районе проводится уже 11-й год подряд. Мероприятие не теряет актуальности, ведь семейные вопросы есть всегда, особенно у молодых пап и мам. Приглашаем специалистов, которые могли бы оказать помощь и поддержку по вопросам, связанных с молодыми семьями, может быть, что касается их детей. Сегодня очень много поселков нас посетило, и Красногорьевский, Мандзи, Пинчуга, «Богучаны» наши. Ответить на вопросы аудитории сегодня постараются руководители, а также специалисты 11 организаций и учреждений Богучанского района. Слово для торжественного открытия форума предоставлено народным избранникам. Я хочу сегодня, приветствую вас, открывая этот форум, попросить. Сегодня наиболее я хотел бы, чтобы все эти беседы прошли очень открыто. Нам очень важно ваше мнение, и мало того, на основании ваших замечаний, решения проблем, мы должны найти, как решать эти проблемы. Поэтому я хотел бы сегодня, чтобы вы плодотворно пообщались и высказали конкретные предложения, которые мы постараемся воплотить в жизнь. Семья – это кирпичик, это фундамент, на котором стоит наше государство. Пока крепка семья, крепка Россия. На этом форуме действительно хотелось бы вашего понимания тех проблем, которые возникают среди молодых семей. И в то же время, я уверена, благодаря нашим начальникам управления, специалистам, вы получите огромную исчерпывающую информацию по различным вопросам. А семьям желаю добра, мира, благоденствия. Анна Мазницына рассказала об изменениях в сфере образования и о том, с какими новшествами могут столкнуться молодые родители при оформлении ребенка в детский сад или школу, а также напомнила о правах взрослых и детей. В крупных поселках, таких как поселок Чунояр, Октябрьский, Таежный, особенно и поселок Багучаны, как только у вас появляется новый ребеночек, вам здесь много насоветовали уже увеличивать свои семьи, вам следует сразу же встать на очередь. Как только вы получили свидетельство о рождении, сразу же отправляете мамочки, еще пока восстанавливаются, а папы идут в управление образования и становятся на очередь. Сегодня можно встать на очередь также электронным путем. На форуме затронули актуальные темы трудоустройства, досуга, а также ряд других вопросов, которые возникают у молодых семей. Специалисты пообещали проконсультировать и дать советы лично. Информации полезно очень много, но я думаю, вопросы пока не возникают, потому что в любой момент можно обратиться к выступающим на рабочие места и всегда проблемы все решаются. Хотелось бы, может, немножечко, чтобы были секции спортивные. Мы как бы не с Багучан, здесь как-то это более развито, и есть школа искусств, какие-то спортивные секции. У нас этого… Ну, только вот школа, садик – это, ну, понятно. Спорт, инструктора – это тоже как бы есть. Ну, хотелось бы немножечко, может, побольше чего-то. Сейчас, как всех волнует жилищный вопрос. Мы хотели бы узнать про жильки, про программы «Молодая семья» или еще что-нибудь такое, если есть. На форум семьи постарались приехать, как полагается, в полном составе. Но и для малышей нашлось занятие. Пока взрослые получали массу полезной информации, детвора участвовала в игровой программе, организованной специалистами по работе с молодежью. Анна Смирнова, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Багучаны». 374 года на карте нашего края существует точка под названием «Багучаны». Свой день рождения село отметило праздничным концертом, а также в рамках праздника прошла ярмарка, конкурс «Дары природы и труда». Подробности праздника в репортаже Александра Можеванова. Сегодня мы находимся на самом главном празднике этого лета – на дне села Багучан. 374 года – именно такая дата исполняется районному центру. Люди подходят, будут праздновать, веселиться целый день. Дорогие Багучанцы, уважаемые гости нашего села. Село Багучаны – богато историей. И я хочу сегодня поздравить с днем рождения всех ветеранов, тружеников, которые поднимали наш Багучанский район, которые участвовали инициативно и проявляли заботу о том, чтобы наше село было красивым, чтобы оно было процветающим. Именно на дне села возникла такая традиция – награждать и поздравлять тех людей, которые посвятили себя служению нашему родному Багучанскому району и нашему родному селу. Сегодня мы присуждаем звание почетный житель села Багучаны и награждаем нагрудным знаком почетного жителя села – Карачарова Евгения Валентиновича. Хочу поздравить с прошедшим днем строителей, всех строителей, которые на территории Багучанского района строили, строят и будут строить. Дорогие друзья, поздравим нашего земляка с почетным званием, аплодисментами! Тем, кто не стал зрителем концерта, на этой площади тоже есть чем заняться. Можно стать зрителем на ярмарке «Дары природы и труда». И очень много интересных экземпляров и экспонатов можно здесь увидеть. Зеленая аптека. Уже раздали, чаем бесплатно угощали. Траву уже раздаем. Трава всякая. Какая трава? Ну, трава всякая у нас вот. Что это такое? Аманат колоссистый. Он, короче, растет в каждом дворе. Все думают, что это сорняк. Это очень полезная трава для сердца. Расскажите нам про свои заготовочки. Почему у вас такие цитаты интересные? И какие самые интересные цитаты? Потому что этот год – год кино. И мы решили вот таким образом представить наш поселок Ангарский. Каждая баночка имеет цитату из фильма. Вот. Хилый, но зрелый. С давних времен в жизни русского человека береста занимало особое место. Из бересты делали от обуви до посуды. И сейчас береста не уходит в прошлое. Из нее можно найти много интересных поделок. Вы из Кежмы к нам приехали, да? Раз мастера нет, будете отдуваться за него. Какая самая интересная здесь работа, на ваш взгляд, и самая сложная? Ну, вот этого коня она делала полгода. Я думаю, что это стоит заслуженно. А вот это, вот этого героя придумала ее внучка. Она ее сплела. Для бабочка. А лапки настоящие, если одеть их, можно ходить? Да, можно ходить, настоящие. Торговые ряды тоже поражают воображение. Многие изделия здесь сделаны своими руками. Так что, если купишь какую-то безделицу, а даже если сделаешь серьезную покупку, можно быть уверенным, такой больше ни у кого не будет. Все здесь своими руками сделано? Да, абсолютно, конечно, все. Что самое сложное прямо в изготовлении было? Ну, я тут даже не подскажу. Тут так маленько, того, того, того. А что самое сложное? Я не знаю, по-моему, и сложного-то ничего нет. Все делается легко? Да, для меня, когда желание есть, все легко делается. Тем, кто все-таки сумел обойти всю ярмарку дары природы и труда, а также посетить все торговые ряды, осталось только с удовольствием смотреть концерт и ждать, когда объявят победителя ярмарки. Чтобы и дальше процветало наше село. Вообще изменений много за последнее время. Прекрасно. Все здорово. Вы знаете, вот сегодня праздник был, это вообще. Не только мне все понравилось, вообще всем понравилось. И концерт был хороший, и программа, и вот все организовано было. Вообще я хочу сказать руководителям, кто организовал этот праздник. Молодцы! И число первой степени вручается администрации Марзинского сельсовета, которые представили все номинации. И оригинально их нам показали. Аплодисменты, дорогие друзья, победителям! Вот и закончился этот праздник, но на этом жизнь села еще не заканчивается. Впереди еще много различных событий. И самое главное событие, конечно, следующим летом, когда нашему силу будет юбилей. С вами был Александр Мажеванов. Всего вам доброго и до встречи! И на этом все. Наши выпуски вы можете смотреть на нашем сайте tv-spektr10.ru А я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры предоставил DimaTorzok Управляющая компания «Богучан Жилкомхоз» информирует население Богучанского района о проведении гидравлических испытаний на тепловых сетях и подготовительных работах к отопительному сезону 2016-2017 года. С 1 сентября по 10 сентября 2016 года с 8 до 17 часов будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей Богучанского района. Просим население Богучанского района перекрыть запорную арматуру на вводах в жилые и нежилые помещения, в избежание затопления, а также порчи внутридомовых систем отопления. В случае возникновения внештатных ситуаций, таких как обнаружение выброса воды, организация просит сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетей по телефону 8 39 162 21 502. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok